Партнер программы сеть детских клубов ЕТИ и ДЕТИ Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Кристина, Максим, у нас с вами сегодня финал. А это значит, что буквально через несколько минут мы определим, кто же станет победителем на этот раз в стране безопасности. Сразу хочу вас предупредить, что сегодня вас ждут нелегкие испытания. Но вы уже успели себя показать, как очень сильные соперники. Пока лидирует Максим, но и радоваться, и огорчаться еще слишком рано. И я предлагаю, не теряя времени, приступить к нашему первому конкурсу. Тема разговора, как и во все предыдущие дни, это правила дорожного движения для детей. Сейчас я вам буду загадывать загадки. Отгадки уже есть у вас на стендах. Есть отгадки слова и отгадки картинки. Ваша задача, ребята, после того, как вы выслужите загадку, найти слово-отгадку и картинку-отгадку, и объединить их под один магнит. Все ясно? Да. Правильный и быстрый ответ стоит 4 фишки, просто правильный 3. Ну что, начинаем? Отлично. Итак, первая загадка. Стартуем только после того, как я заканчиваю читать. Если раньше, буду снимать баллы. Под ногами у сережки полосатая дорожка. Смело он по ней идет, а за ним и весь народ. Побежали. Слово-отгадку и картинку-отгадку объединяем под один магнит. Справился уже Максим. Самостоятельно думаем. За скорость получает у нас фишку Максим. Молодец. Кристина, ждем тебя. Быстрее, пожалуйста. Что за такая полосатая дорожка? Вот. Это у нас что, Кристина? Кристина, что это? Зебра. Зебра. Конечно, зебра. Присаживайтесь, ребята. Молодцы. Четыре фишки получает у нас Максим за правильный и очень быстрый ответ. Умница. И три фишки Кристина за правильный ответ. Слушаем вторую загадку. Это вид транспорта, ребята. Слушайте внимательно. Их видно повсюду. Их видно из окон. По улице движутся быстрым потоком. Они перевозят различные грузы. Кирпич и железо. Зерно и арбузы. Побежали. Что это за такие? Опять фишку за скорость получает у нас Максим. Ждем Кристину. Абсолютно верно, ребята. О чем речь в этой загадке? Грузовик. Грузовик. Верно. Четыре фишки Максима, честно, заработанной. И три фишки Кристины. Умничка. Следующая загадка. Милицейских нет фуражек, а в глазах стеклянный свет. Но любой машине скажет, можно ехать или нет. Побежали. Быстрее, быстрее. На скорость, ребята, задание. Последняя загадка. Кто же ее отгадает быстрее? Максим. Присаживайся, Максим. Правильно отгадал Максим. И правильно отгадала Кристина. Это у нас что? Светофор. Молодцы. Ну что, мужчина у нас скоростной. Получает четыре фишки за правильный быстрый ответ. И три фишки получает у нас Кристиночка. Умнички. Молодцы. Ну что ж, первый конкурс завершен, ребята. Сейчас нас ждет встреча с нашей уже очень хорошей знакомой, инспектором ГАИ, тетей Олей. Она хочет рассказать вам о правилах поведения пассажиров в общественном транспорте. Она уже вышла с нами на связь. Внимание! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Вот и подошло к концу наше путешествие в мир правил дорожного движения. Сегодня мы с вами узнаем, кто же из вас стал победителем. Но об этом потом. Сейчас у нас новая тема. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Кстати, а какие виды общественного транспорта знаете вы? Максим? Автобус, троллейбус, маршрутка. Отлично. Кристина, есть что добавить тебе? Да. Что еще ты знаешь, какой вид транспорта? Машина, велосипед и мотоцикл. Нет, мотоцикл и велосипед это не общественный, это личный транспорт. Ну ладно, хорошо, ребят, давайте слушать тетю Олю, что полезного расскажет. Передвигаясь на автобусе, маршрутке или в троллейбусе, надо соблюдать определенные правила, ребята. Их легко запомнить и нетрудно соблюдать. И так по порядку. И запоминайте, на эти вопросы вам обязательно придется отвечать. Первое. Ждать транспорт надо только на остановках. При этом не бегать, не выходить на проезжую часть и не стоять на краю тротуара. Садиться в транспорт надо только тогда, когда он полностью остановился. А при движении сидеть или стоя держаться за поручень. Понятно, что не стоит отвлекать водителя. И уж тем более высовываться из окна. Ответьте мне честно на один вопрос. А за правильный ответ кто там может получить награду? Ценой в одну фишку. Если в салоне автобуса зашел пожилой пассажир, что вам необходимо сделать? Уступить ему место. Молодец. Ну, фишку. Держи. Правильно. Хоть это не предписано правилами дорожного движения, но если вы так сделаете, то будете самыми воспитанными и вежливыми детьми. Ну что ж, ребята, пришла пора нам с вами прощаться. В этой игре вы оба победители и я вами горжусь. После игры вы будете знать намного больше и будете в большей безопасности. Берегите себя и пусть на вашем жизненном пути всегда горит зеленый свет. Время нашего финального конкурса и последняя возможность заработать фишки, ребята. И сейчас мы проверим, насколько вы внимательны были на протяжении четырех игровых дней. Как внимательно вы слушали тетю Олю, потому что сейчас будут вопросы, на которые вам нужно будет ответить. На тему первого вопроса мы говорили в первый игровой день, второго во второй и так далее. Каждый правильный ответ, ребята, полный ответ будет стоить три фишки. А если вас придется дополнять сопернику, то часть фишек перейдет в его копилку. Все понятно? Да. Хорошо. Кто первым начнет отвечать на мои вопросы? Максим. Молодец, мужчина. Взял ответственность на себя. Хорошо, тогда слушай первый вопрос. Он из первого игрового дня. Скажи, пожалуйста, как вести себя, если вдруг вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия и рядом нет никого из взрослых? Надо позвонить в милицию или в скорую помощь. По каким номерам? Может быть, ты вспомнишь? 1-0-3, 1-0-2. Правильно, 102 и 103. Можно паниковать в такой ситуации? Нет. Нет, нужно сохранять спокойствие. А еще что? Когда уже приехала скорая помощь из ГАИ? Рассказать им все, что видел. Правильно. Поскольку ты был свидетелем аварии, ты видел, много чего запомнил, знаешь, что должен информацию предоставить. Хорошо, молодец. Все, вспомнил. Поэтому три фишки отправляются в твою копилочку. Кристин, будь внимательна. Второй вопрос твой. Он со второго игрового дня. Вспоминай, пожалуйста, все. Скажи, пожалуйста, что обозначает дорожный знак «Дети» и для кого он предназначен? Для людей. А конкретно для пешехода, для водителей, когда стоит знак «Дети», вот мы идем или едем, для кого он? Для детей. Хорошо, давай начнем с другой стороны. А что обозначает этот знак? Знак «Дети»? О том, что надо не бегать, а переходить. Максим, правильно говорит Кристина? Нет. Можешь ее поправить? Могу. Можешь. Для кого предназначен этот знак? Для водителей. Для водителей. И о чем он говорит, водитель? О том, что тут рядом или садик, или школа находится, но детям переходить нельзя. Правильно. Нужно быть очень осторожным водителем, обращая внимание на этот знак. Очень хорошо Максим дополнил Кристину, поэтому две фишки из трех я ему отдаю, Кристиночка, хорошо? А одну тебе. Ты сказала о том, что это предупреждающий знак. Это действительно верно? Хорошо. Хорошо. Дальше продолжаем. Вопрос, Максим, снова для тебя. Скажи, чем для пешехода опасна скользкая дорога? Он может подскользнуться и упасть, разбить голову или умереть. Или машина сможет затормозить и сбить его. Правильно. Тормозной путь увеличивается в автомобиле, поэтому нужно быть особенно внимательным. Молодец. Три фишки снова твои. Кристин, последний вопрос. Он твой. Говорили мы об этом сегодня, поэтому я думаю, тебе будет легко вспомнить ответ. Какие существуют правила поведения в общественном транспорте? Не драться, не отвлекать водителя. Хорошо. Еще вспоминай, что говорила тетя Оля. Как и где мы ожидаем приезда транспорта? Автобуса или троллейбуса? Где мы ждем? На остановке. Правильно. И только на остановке. На проезжую часть можно выходить? Нет. Ни в коем случае нельзя, да. А еще вспоминаем, есть еще правило. Вот автобус подъезжает, он еще не успел остановиться, но дверь уже открывается. Можно вот заскакивать, чтобы быстрее успеть скакивать? Можно? Почему нельзя? Потому что автобус едет, а можно попасть под машину. Да, конечно. Если нужно дождаться полной остановки транспорта и только после этого заходить. Правда? Чтобы, как ты говоришь, не попасть под колеса этого транспорта. Да, все верно. Молодец. Кристиночка тоже все вспомнила. Три балла в твоей копилочке. Ребят, вопросов больше нет и конкурсов нет. И очень хочу узнать, я думаю, и вы, и наши телезрители, сколько фишек сегодня заработали, чтобы определить победителя, наконец. Кристина, считаем только внимательно, пожалуйста. Двадцать одна фишка. Правильно, ты все посчитал, Максим. Итак, все. У тебя тоже все верно. Ребята, прежде чем огласить, кто же стал победителем, я могу вам сказать, что вы очень хорошие ребята. Вы проявили свои лучшие качества у нас на игре. И трудолюбие, и терпение, и усердие, и эрудированность. Вы большие молодцы. И вы уже вдвоем являетесь победителями в стране безопасности. А самое главное, ребята, что вы намного больше сейчас будете знать о безопасности, что очень важно и для вас, и для тех, кто рядом с вами находится. Ну, а сейчас я предлагаю объявить победителя. Итак, ребята, на этой неделе в стране безопасности абсолютным победителем у нас становится... Как вы думаете, кто? Максим. Правильно, Кристин. Первое место у нас занимает. Максим со счетом 63 фишки. И в очень упорной борьбе, Кристин, ты занимаешь второе почетное место. У тебя 46 фишек. Ребята, я вас поздравляю и хочу вас наградить подарками, которые приготовили мы для вас. Кристиночка, это тебе. Я поздравляю тебя. А это, Максим, твой заслуженный подарок. Ребята, я вас поздравляю и желаю успехов в вашей жизни. Прощаюсь с вами и с нашими маленькими телезрителями и жду встречи в следующий раз. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова